Там его приняли, встретили, и дальше разговор происходит на самом популярном мире, ломаном английском языке. Ему говорят, you are welcome, sir, do you want wonderful white woman? Желаете хорошую, симпатичную, прекрасную белую женщину? Ну, он тоже немножко английский язык знал, говорит, no. Do you want wonderful black woman? Хотите черненькую? No. Do you want a man? Может, мужчину хотите? No. What do you want? Что же вы хотите? I want Russian consul. Русского консула хочу. Ну, желание клиента закон. Те стали, посовещались, подумали, правда, он их слегка озадачил об этом, и говорят ему, yes, it's possible, да, это возможно, but it'll be very expensive, но стоит будет очень дорого. Но другое дело в наше время. В наше время люди платят деньги, получают загранпаспорта, в авирии их могут даже сфотографировать на фотокарточку, да, и через месяц получают загранпаспорт. Можно ехать в любую страну. Покупаете путевку в туристической фирме, пожалуйста, езжайте. И вот одна семья, муж и жена получили новые паспорта, ну, а их сфотографировали, и жене не нравится, как сфотографировали. Ну, действительно, искажение получилось на фотографии, и жена говорит все время, ой, ну, что же это такое, так исказили, да я же не похож на себя, ну, что же это такое, ну, что же это, ну, не богу, вот фотографирую. И так целые минут десять. Ну, мужу это надоело. Он говорит, слушай, да пусть там в паспорте будет хоть баба-яга, лишь бы на тебя была похожа. Так, ну, это я немного отвлекся от Павла Лазового. Сейчас возвращаюсь снова к тому, от чему отвлекся, то есть к Павлу Прокоповичу Лазовому. Это гуморезкое, думаю, понравится всем женщинам, так как здесь рассказывается о том, как приготовить национальное украинское блюдо. Называется «Як мы с кумом вареники варили». Кум поїсти неабиякий мастак. Что не зварить ему жінка, все не так. Вередуе, як з'їдаю твій обід, так наче гирю закладаю у живит. Он торік я в ресторані, каже, був. Так ледве миски з деваляем не копнув. Деваляй, это куріноя котлета. Та таку дают підливу смак і шик. З нею з'їсти можна навіть червик. Раз в неділю ми застались без жінок. Подались вони раненько на товчок. Ми з кумом закорили, сидимо. Я наліво, кум направо плюємо. Назоставили нам їсти, то й нехай. А ми зваримо вареники давай. А над ними вночь висіжаємо води. Півмішка муки насипали туди. Взяв качалку я, а кум мій макогон. Тісто туго завісило, як гудрон. Дріждів кинули дві пачки. От красота. Потім перцю ще й лаврового листа. Тісто витягли на стіл. Митей січем. Я ножакою, а кум мій сікачем. В казані кепить, аж пілиться вода. Я ліплю, а кум вареники вкида. На усах у мене тісто, в кума сир. Кум по кухні походжа, як командир. Хай живіт, говорить лопне. А жінкам от таку нького вареничка не дам. В казані вода вирує, булькатить. Сир гарячий нам на голови летить. Поки піло так не більше двох годин. Бачим, злиплись всі вареники водин. Ми вареник то й штовхаємо до дна, А він лізе, випирає з казана. Кум говорить, ну нехай все буде і так. Покоштуємо, яке ж воно на смак. Поділили ми вареник, сидимо. Я витягую, кум ложкою їмо. Я помалу ремагаю, кум жує. Ну, цікавиться, як враження твоє. Я показую на пальцях і стогну. Зуби злиплись, язика не поверну. В кума очі лізуть злоба, не ковтне. Просить, стукнеш по потилиці мене. Я як двину його в шию кулаком, Тут відразу нам полегшало обов. Те, що я не з'їв, а кум мій не доїв, Потаскали кабанові ми у хлів. А кабан понюхав тісто, кашлянув, Перекинувся в баюру та й заснув. Цим закінчується розповідь моя, Як вареники варили, кум і я. АПЛОДИСМЕНТЫ